Рубен Григорян 8 лет занимается туризмом. Он знает, что работники этой сферы имеют возможность предлагать людям для отдыха не конкретный отель или страну, а новые эмоции и ощущения. Именно за этим, по его мнению, рязанцы и путешествуют. Чтобы лучше описать направление для отдыха, работники туристической сферы посещают эти места. Мы стараемся ездить. Это необходимо для внутреннего какого-то собственного заряда, для того, чтобы было можно как надо предложить, как надо рассказать, как надо заразить, воодушевить человека, чтобы он, ну не то, чтобы он согласился на поездку, потому что отсюда очень тяжело до конца понять, что как там на месте. В последнее время россияне в основном выбирают для себя курорты Краснодарского края и Крым. Бархатный сезон в этих местах работники туристической сферы растянули. Появляются новые отели, где люди могут отдыхать и при капризной российской погоде в октябре-ноябре. Крытые бассейны, спа-услуги, экскурсии. Можно спокойно отдыхать, пользоваться услугами внутри отеля и вдыхать полезный морской воздух. Многие россияне в этом году повторно отправляются сейчас на Черное море, на неделю, на пару дней, чтобы еще раз отдохнуть и зарядиться силами. Некоторые заботятся о поездках в другие направления. Сейчас спрос пошел на новогодние труды, на каникулы. Это Великий Устюг. Какие-то экскурсионные программы по столице, по северной столице. То есть вот такие вот моменты. Сейчас, если по России, то больше спрос, наверное, после моря. Вот сейчас отошел уже на новогодние праздники. Горнолыжные курорты Сочи вновь будут в тренде. Хотя рязанцы, конечно, выбираются в горы не только зимой. Для того, чтобы отдохнуть от работы, городского шума, погрузиться в тишину, гармонию, оказаться там, где почти нет людей. Например, в Адыгее. В этом году даже вот с детьми с палатками на море стояли, а потом уезжали в горы. Ну как, не палатки, но там домики жилые есть. Снимали домики и путешествовали по разным местам. Если говорить обо всех горожанах, то помимо российских курортов, конечно, они не забывают и о зарубежных странах. Летом традиционно пользовались популярностью направления с упрощенной визовой системой. Тунис, Кипр, Испания, Греция, Италия. Помимо моря, многим нравится архитектура и достопримечательности европейских стран. Для этого можно посетить Чехию, Венгрию, Австрию. Вот мнение рязанцев насчет того, куда они любят путешествовать. Скорее всего, нам очень нравится в Италии. Просто иногда любим ездить, смотреть города. Мы были в Венеции, были в Риме, в Вероне. Посмотрели много достопримечательностей красивых. Города очень красивые. Какой у меня путешественник? Я на дачу путешествую. Ну, на юг мы ездим. В Краснодарский край, Геленджик, Анапа. Как часто? Ну, раз в год обязательно ездим. Что касается такого направления, как Турция, оно стало открытым. Однако пока рязанцы реагируют на него спокойно. По мнению экспертов, если ситуация между Россией и Турцией будет складываться стабильно, то через полтора года поток туристов может вырасти до уровня двухлетней давности. А пока скорее выбирают теплые страны для ближайшего отдыха зимой. Рязанцы предпочтут Арабские Эмираты, Индию, Таиланд, Вьетнам, Карибский бассейн. Чтобы вы не выбрали Индию, Сочи или Рязань, отдыхайте так, чтобы зарядиться новыми эмоциями. Это хорошо повлияет на работу, отношения в семье и на здоровье.